2 апреля в Музее истории города Обнинска состоялась презентация журнала «Георгиевский крест». Издание, которое в будущем должно стать регулярным, появилось на свет по инициативе фонда Владимира Храброго. Общественная организация, названная в честь князя Владимира Андреевича Храброго, двоюрного брата Дмитрия Донского, героя Куликовской битвы, одной из важнейших задач своей деятельности считает открытие для наших современников героического наследия Отечества. О целях нового издания и перспективах установки в городе памятного знака «Георгиевский крест» расскажет Екатерина Замахина. Первый номер журнала «Георгиевский крест» – это 128 страниц материалов, посвященных таким темам, как истории одноименного Российского ордена и то, что он символизирует в наше время. Прежде всего, память о доблести и мужестве тех воинов, которые были удостоены особой награды. Большой знак вопроса, если мы не будем защищать, то что вообще будет с миром и вообще с нами. Поэтому этот журнал, он имеет такой характер именно, в то же время и призывы. Хотя там очень много страниц будет посвящено культуре и культура именно византийского региона. Россия и Сербия – исторические союзники, а жители этих государств являются единым братским народом. Это лейтмотив многих проектов, реализуемых издателем журнала «Фондом Владимира Храброго». Так, в 2014 году в память о русских и сербских героях Первой мировой войны представители фонда установили поклонный крест в сербском городе Тополо. Это событие нашло мощную поддержку среди представителей братского сербского народа. Когда мы поставили этот крест, была проведена конференция. Конференция с участием ведущих научных институций России, Сербии, Черногории и Белоруссии. Первая мировая война как начало информационных войн. Вот такое уже технологичное. И то, что мы сейчас видим, это только лишь продолжение уже начатого. И организация тех же оранжевых революций, и разрушение идентичности национальной. Все это уже было в то время. В конце прошлого года фонд Владимира Храброго выступил с инициативой об установке памятного знака «Георгиевский крест» в Обнинске. Знак отличия военного ордена «Георгиевский крест» был утвержден в России в 1807 году и стал самой любимой и почетной солдатской боевой наградой. По мнению руководства фонда Владимира Храброго, этот орден является выражением воинской доблести, связывает воедино три крупнейших войны в истории России. Отечественную войну 1812 года, Первую мировую и Великую Отечественную войну. Аналогичные памятные знаки планируются установить не только в России, но и в Белоруссии, Сербии и Франции. К числу сторонников его размещения в Наукограде присоединились многие местные краеведы и общественные деятели. Среди них депутат Законодательного собрания Калужской области Олег Комиссар. Смена правящего руководства в стране, она вычеркнула из истории наших судеб, нашей страны, вычеркнула героизм того периода. И эти войны остались безвестно забыты, они необоснованно забыты. Поэтому, на мой взгляд, этот проект, он не то что своевременный, сегодня в условии такой тяжелой политической борьбы во всем мире. Это тот пример, где мы сейчас можем черпать уроки той истории и разбираться действительно, почему происходит сегодня с нами это. Местом установки памятного знака станет территория парка-усадьбы Белкина. А дата его открытия – 29 июля. Екатерина Замахина, Олег Логинов, Обнинск ТВ.